Сөз депутат Айткенов Ернур Нурмуханулына верледа. Полный износ гидротехнических сооружений, которые обеспечивали функционирование системы лиманного орошения в Байнульском районе на площади 6700 гектар, расположенных в четырех сельских округах, где основным источником орошения являются весенние паводковые воды реки Ашесу. В настоящее время с целью проведения восстановительных работ разрушенные дамбы, принятые на баланс Акимата Павлодарской области, и ими разработана проектно-сметная документация. Работы представляют собой проведение обваловки грунта для дамб и установки шлюзорегуляторов. Для проведения этих работ потребуется порядка 5,5 миллиардов тенге. Реализация проекта позволит максимально эффективно использовать паводки воды реки Ашесу за счет обводения систем лиманного орошения. Заливные луга обеспечат высокую урожайность и валовый сбор грубых кормов, положительно повлияет на развитие отгонного животноводства и обеспечит кормами в четырех сельских округах с населением более 6 тысяч сельчан. Кроме того, за счет распределения паводки вод на орошаемой земли лиманов снизится риск подтопления 18 населенных пунктов. Таким образом, реализация данного проекта решает не только вопросы рационального использования водных ресурсов в регионах, на которые особо обращает внимание глава государства Хашим Жамар Кеменш Тухаев, но и снижает риск подтопления населенных пунктов, который также является особо важным направлением деятельности Министерства чрезвычайных ситуаций и исполнительных органов. Второе. После двух крупных пожаров в Государственном лесном фонде Хостанайских и Абайских областей главой государства Хашим Жамар Кеменш Тухаев было поручено выработать и реализовать комплекс системных мер по широкому использованию цифровых систем для предупреждения и своевременного выявления очагов возгорания в лесных массивах. В 2023 году Комитетом лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов разработана дорожная карта по обеспечению пожарной безопасности государства в лесном фонде на 2023-2030 годы, где предусмотрена планомерная установка в наиболее уязвимых пожароопасных зонах оптических систем автоматического распознания пожаров. Так, в 2023 году за счет республиканского бюджета выделено порядка 2,4 миллиарда тенге для установки системы раннего обнаружения пожаров в Государственном лесном резервате Ертес-Ормане, далее резерват. В Ахиматом области также был проработан вопрос установки системы мониторинга лесных пожаров на территории подведомственных учреждений. Среди прочих вариантов наиболее оптимальным является создание системы по аналогии с резерватом – это установка антенномачтовых сооружений и камер видеонаблюдения. Данная система усовершенствована в плане автоматизации процессов. Кроме того, все оборудование будет принадлежать непосредственно учреждениям и числится на их балансе. Всего для установки системы на территории трех учреждений с площадью 127,5 тысяч гектар подведомства Ахимата в Палдарской области необходимо порядка 2,3 миллиарда тенге. Уважаемый Волжас Абайович, на основании вышеизложенного просим вас оказать содействие в решении данных вопросов. С уважением депутата Сената Айткенов Нухула. Продолжение следует...